Рада всех поприветствовать на нашем вебинаре. Сегодняшняя тема – маркетинг-план компании LR. Я постараюсь пройти по каким-то основным базовым моментам, преимуществам маркетинг-плана. Хотелось бы для начала определиться, какая у нас аудитория, из каких городов. Напишите города, кто откуда, и напишите, гость вы, новичок или партнер с опытом. Если гость, можно написать ноль. Если только-только пришли недавно в компанию, единичку. Ну и партнер, у которого есть опыт, уже пишите двоечку. Так, есть новички, есть партнеры с опытом. В основном единички, единички, новички, новички. Ну, отлично. Значит, маркетинг-план – тема действительно будет полезная, интересная. Хочется отметить, что в компании LR справедливый, надежный, достижимый и ориентированный на конечный результат маркетинг-план. Я хочу начать свой вебинар с этого слайда, чтобы показать вам, что было раньше и что сейчас компания предлагает своим партнерам. Маркетинг-план, он всегда дорабатывался и улучшался в пользу партнера. То есть, если вспомнить, что в 85-м году, когда только компания начала свою деятельность, было всего три бонуса. Был бонус, специальный бонус и годовой бонус. В 95-м добавились серебряные и платиновые бонусы, это глубинные бонусы. В 2005-м году добавился бонус президента и топ-бонус президента. И в 2010-м году были добавлены дополнительные бонусы, которые увеличили еще доходы партнеров. Также добавилась программа «Быстрый старт», добавился лидерский бонус, добавился топ-серебряный и топ-платиновый бонус и добавился еще бонус президента. Поэтому в общей сложности компания LR выплачивает своим партнерам 43,7%. Я обращаю ваше внимание, чтобы вы понимали, вот эти проценты, 43,7%, конечно же, вы не сразу получаете. Эти проценты нарастают, как снежный ком, когда вы начинаете заниматься карьерой LR и идете по карьерной лестнице, идете от статуса к статусу, увеличиваются ваши доходы и, естественно, увеличивается вот этот вот процент выплат, которые компания вам выплачивает. Вот это вот нужно понимать, что вы не сразу будете получать эти 43,7%, но постепенно, да, постепенно. И сразу хочется обратить внимание на три варианта сотрудничества. Первый – это клиент, второй вариант – это дистрибьютор, продавец, и третий вариант – организатора бизнеса. Собственно, маркетинг-план, он начинает свою работу прямо с первого пункта, с клиента, да, когда у вас есть вот эта вот разница, и это уже хорошо. А дальше, если вы выбираете вариант третий – организатор бизнеса, то, конечно, маркетинг-план здесь играет самую важную роль. Вот поставьте один, два или три, и в зависимости от того, какой вариант сотрудничества вы выбрали с компанией ЛР. Один – если вам интересно сотрудничество как клиент, второй – вы очень хороший продавец, у вас широкая сеть клиентов, и вы хотите себя реализовать здесь как дистрибьютор, продавец. И третий вариант – это как организатор бизнеса. Все тройки! Ну что, друзья, вы попали по адресу. Я тоже считаю, что раз мы выбрали индустрию сетевого маркетинга, нужно взять от нее по полной программе, и, конечно, компания ЛР в этом плане является на сегодняшний день лучшим предложением. Итак, что же это такое? Как начинает работать маркетинг-план? Перед нами карьерная лестница ЛР. Ну вот здесь я решила поделиться с вами, очень часто задают вопрос, а сколько примерно и как зарабатывают в компании ЛР? Конечно, на самых маленьких уровнях, на самых маленьких статусах, когда у вас еще небольшие группы, доходы также невелики. То есть на уровне младшего менеджера, когда уже вы вышли на автопрограмму, вы получаете доход от 10 до 20 тысяч, в зависимости, как у вас распределяется оборот по вашей структуре. И далее уже идет по нарастающей, по нарастающей. Что еще, на что еще хочется обратить внимание? На то, что деньги и статус в компании ЛР – это несколько разные вещи. Вы можете получать доход, но при этом вы можете не быть в статусе менеджера или в статусе младшего лидера группы, или в статусе лидера группы. Потому что, когда вы движетесь по карьерной лестнице, там еще и вступают в игру, если так можно сказать, количество ваших ключевых людей, количество людей, которые делают в вашей структуре определенные обороты. Вот. Поэтому вот здесь вот очень хорошо, потому что есть компании, где для выплаты денег необходим определенный статус. И если вы этот статус не достигаете, вы работаете, по сути дела, только для компании, делая ей оборот, но не получая ничего от нее. И если вы, не дай бог, этот статус вдруг потеряете, то вы и денег-то лишаетесь. То есть деньги привязаны к статусу. В компании ЛР мне нравится то, что деньги не привязаны к статусу. То есть вы на самых маленьких ранних квалификациях можете увидеть, как у вас начинается движение ваших доходов, и вы уже с первого приглашенного партнера можете начать зарабатывать. И это огромный-огромный плюс. В компании ЛР несколько источников дохода. То есть самое первое, конечно же, это торговая наценка и семь видов бонусов. Плюс бонус обучения и годовой бонус. Конечно, если очень так углубленно сейчас разбирать все виды бонусов, у нас с вами времени, конечно же, не хватит. Вот моя задача – показать вам направление, познакомить с какими-то основными моментами, чтобы вы поняли принцип и дальше уже работали. Потому что люди, которые в компании достигли высоких квалификаций, они, в принципе, делают то же самое, что и тогда, когда они пришли в компанию. Абсолютно то же самое. Поэтому как только вы поймете принцип, откуда берутся здесь деньги, как работает маркетинговый план, то я думаю, что это будет у вас как такой вот ускоритель. Первое, с чем сталкивается любой партнер – это торговая наценка. Скажу сразу, у нас нет скидки, у нас есть торговая наценка, есть закупочная цена, вот здесь уже представлен пример. Допустим, вы покупаете у компании набор Каролина Куркова, он вам по закупочной цене обходится в 2035 рублей, а в каталоге этот набор уже представлен за 2849 рублей. разница между этими ценами и есть торговая наценка, которая составляет 40%. Поэтому уже подписав договор с компанией LR, вы уже получаете выгоду. То есть если вы приходите как клиент или приглашаете на продукт, или ваш потенциальный партнер хочет получить именно такую выгоду, то я считаю, что это очень классное уже само по себе предложение. Если сравнивать с обычными сетями, магазинами, где также присутствуют дисконтные карты, зачастую нужно сделать покупок на немаленькую сумму, чтобы получить дисконтную карту в 5, в 10 или в 15%. А здесь, приобретя стартовый пакет за 1899 рублей, партнер уже получает дисконт, пожизненный дисконт практически в 29-30%, если мы идем от обратного оценокаталога. Вот, да, 814 рублей на этом примере. Вы экономите, если вы покупаете этот продукт для себя, и вы зарабатываете, если вы покупаете этот продукт для своего розничного клиента. Это хорошо? Я считаю, что это очень хорошо. И следующий вид бонуса, который, ну, как бы плавно, может быть, вытекает из торговой наценки, да, то, что компания вам предлагает не просто покупать продукт с пользой и с выгодой для себя, но еще и дополнительно экономить, это самый первый вид бонуса, который вы получаете в компании ИЛР, и который вы можете практически сразу же увидеть, это бонус личного оборота. Вы получаете его уже от 250 баллов личного оборота, и процентный уровень определяется вот по бонусной таблице. Итак, да, что мы здесь увидели? Мы увидели для себя, может быть, для кого-то еще непонятное слово баллы. Поскольку компания ИЛР – это международная компания, и вы можете строить сети как в России, так и за пределами нашей страны, нужна некая единая система, которая увязывает все покупки. То есть у нас в ходу валюта рубль, в Европе – это евро, в Казахстане – это тенге, в Украине тоже своя валюта, поэтому нужна определенная система, которая бы уравнивала все покупки, происходящие в национальной валюте. Поэтому был сделан вот такая единица, измерительная единица – балл. Каждый продукт в компании ИЛР, помимо своей стоимости, имеет вес в баллах. И по итогам месяца покупки ваши и тех людей, которые находятся в вашей группе, они суммируются, да, вот это вот количество баллов суммируется. Также существует бонусная основа – это стоимость продукта без НДС. И вот количество баллов, сколько вы набираете за месяц, оно определяет, какой процент бонуса вы получаете. Итак, вот наша бонусная таблица, справа вы ее видите. Это вот как раз вот ее нужно знать и выучить, потому что, собственно говоря, в этом и кроются ваши деньги. Это нужно знать. Итак, ваш первый бонусный уровень – это 3%, он начинается от 250 баллов. Если вы за месяц набрали, ну или приобрели продукции на 250 баллов, все, что покупаете лично вы – это ваш личный оборот. По итогам прошедшего месяца компания вам, то есть если вы сделали личный оборот в 250 баллов, начисляет 3% бонуса. Как это может выглядеть? Ну вот здесь возьмем пример. Итак, вы сделали закупку на 12500 рублей. Здесь у меня, конечно, немножечко ушли куда-то мои расценки, но ничего. Итак, закупочная цена для партнера ЛР была 12500 рублей. По цене каталога эта продукция будет стоить 17500. То есть если вы ее реализовали своему конечному розничному клиенту, ваш доход составил 40% торговой наценки, что составляет 5000 рублей. И также 12500 рублей соответствует, если мы вернемся немножечко назад, он соответствует 500 баллам по нашей бонусной таблице. То есть получается, вы вышли на уровень 6%. И помимо того, что вы заработали 40% как торговую наценку, 40% – это вам заплатил клиент. То есть здесь нужно четко понимать, что торговая наценка к маркетингу ЛР не имеет прямого отношения. Это то, что вам заплатил клиент за продукт. Но поскольку согласно бонусной таблице вы сделали оборот соответствующий 500 баллов, вы вышли на уровень 6% и компания вам начисляет бонус. В данном случае он равен 750 рублей. Это составил ваш заработок от компании ЛР. Дополнительно по маркетингу. И в общей сложности вы заработали 5750 рублей. Вот так идет взаимодействие торговой наценки и бонуса с личного оборота. Получается, давайте еще раз мы вернемся на предыдущий слайд. Чем больше личный оборот, тем выше ваш бонус. То есть 250 баллов – это примерно 7500 рублей оборота в рублях. Это можно сделать лично. Даже 500 баллов можно сделать лично. Есть партнеры, которые 1000 делают баллов, 2000 делают баллов лично. Но если мы смотрим выше – 4, 8, 12, а можно сделать и больше баллов, то, конечно, это уже сделать лично гораздо сложнее будет. Поэтому в игру вступает следующий вид бонуса – это групповой бонус. Групповой бонус – это возможность получать, даже не возможность, а право, да, право получать вознаграждение за покупки людей, которых вы приглашаете в компанию и которые приглашают уже следующих людей. Да, то есть когда у вас начинает расти ваша группа, ваша организация и ваша структура. То есть по сути дела, вы рассказываете о компании, и люди начинают делать то же самое, что и вы. То есть сначала вы были один, покупали себе, покупали что-то для своих клиентов, получали торговую наценку себе, да, и плюс от компании дополнительные вознаграждения. То же самое начинают делать и те люди, которых вы приглашаете в качестве новых партнеров. Что же начинает происходить в этот момент? Маркетинг-план действует и для вас, и для них. И они также начинают совершать обороты. Те люди, которых вы пригласили, да, у нас здесь на примере это Анна, Сергей и Елена, Евгений, и также пара Вера и Андрей. И так они тоже начинают делать обороты, также приглашать людей к себе в команды, и они также выходят на процентные уровни. 9%, 9%, 9% и 9%. А у вас 14%. Почему? Как вы думаете, почему? Все сделали по 1000 баллов. Анна 1000, Сергей и Елена 1000, вы тоже сделали 1000, но у них 9%, а у вас 14%. Так, разница. Так, есть вариант правильный. Товарооборот суммируется. Правильно, Дмитрий. Абсолютно верно. Товарооборот суммируется. То есть суммируется общее количество баллов с вашими. Групповые и ваши суммируются. Получилось 5000 рублей. А согласно бонусной таблице, 5000 рублей соответствует уровню в 14%. Поэтому благодаря вашей команде вы поднялись на больший процентный уровень. Даже несмотря на то, что сами лично вы сделали такой же оборот, как каждый из партнеров в данном примере по отдельности. И что самое интересное, даже если бы вы сделали 100 баллов, а 100 баллов это необходимое правило в маркетинг плане, я об этом скажу чуть позже, но даже если бы вы сделали 100 баллов личного оборота, а ваша команда сделала 5000 баллов, вы бы все равно вышли на уровень 14%. 5000 баллов, да. И в данном примере у нас получается, что если вы сделали лично 1000 баллов, у вас были продажи, у вас были клиенты, то с этой 1000 баллов, с 25000 рублей, вы заработали еще и сверху 40% торговой наценки. То есть не только вы их вернули, да, как бы эти деньги, но еще и заработали 10 тысяч рублей. А поскольку у вас есть ваша команда, и у вас есть разница, то есть Анна 9%, чтобы с нее заработать, нужно просто из 14% вычесть 9% и получится разница бонусных процентов. В данном случае это 5%. То есть 1250 рублей вы получаете с оборота Анны. Сергей и Елена также сделали 1000 баллов, вышли на уровень 9%. Опять получается разница бонусная 14 минус 9, 5%. Также с этого оборота группы вы получаете 1250 и так далее. То есть с каждой своей линии вы получаете разницу процентов. Поэтому всегда старайтесь быть выше, чем ваши партнеры. Потому что если бы у вас не хватает ширины, и у вас есть такие активные партнеры, которые идут также в вашем темпе, а может быть даже и быстрее, и у вас не получаются с ними разницы, вы с них ничего и не зарабатываете. В этом и заключается справедливость нашего маркетинг-плана. Зарабатывает тот, кто работает и кто создает оборот. Какая может возникнуть ситуация, что вы подписали человека, человек поработал, создал небольшую группу, а потом что-то поменялось в жизни, и он дальше не работает. Но в его глубине нашлись люди, которые стали активно работать. И они делают товарооборот. Этот человек, который ушел в тень, он же ничего не делает для того, чтобы приглашать новых людей и расширять свою первую линию. И получится так, что его ниже стоящие партнеры, они выйдут на уровень. И получится, что они будут получать, он не будет получать. А вы, если вы идете в темпе, и если у вас есть разница вот этих бонусных уровней, вы тоже будете получать деньги. Кто делает оборот, тот получает вознаграждение. Кто не работает, кто остановился, тот не получает вознаграждение. Вот это тоже очень важно. Поэтому, если на таких меньших 3-6%, 9% идет такое динамичное развитие, то, конечно, разница уже между 2 и 4 тысячами, или 4 и 8, 8 и 12 уже существенная. И там нужно поработать, чтобы была вот эта разница, чтобы вы все-таки получали доход с ниже стоящих партнеров. Еще раз вернемся к этому примеру. В итоге мы здесь имеем заработок 18 500 рублей. И вот так может выглядеть развитие вашей группы. То есть ваша группа – это ваш потенциал, и это ваш доход. То есть здесь представлены партнеры, которые вышли на разный уровень. Есть новичок, который вышел на бонусный уровень 3%. Есть кто вышел уже на 9, на 14. И даже есть вот одна семейная пара, пара Вера и Андрей, которые в вашей структуре вышли на 21%. Что этим примером я хотела показать? Здесь вы вышли на 21% уровень. А личный оборот прежний – 1000 баллов. В предыдущем примере у нас был 1000 баллов, было 14%, а сейчас 1000 баллов и 21%. То есть представляете, насколько большим, мощным потенциалом обладает ваша структура и ваша команда. Этот пример показывает, что ваша команда вас повышает. То есть если вы делаете личный оборот, вы же на свой оборот получаете 21%. Не 14, как в предыдущем примере, а 21%. И если у вас есть воображение, дорисуйте тех людей, которые бы не вышли на бонусный уровень в 3%. Да, они сделали покупки, кто-то сделал на 50 баллов, кто-то на 100, кто-то может быть на 240 баллов. То есть они не вышли на 3%, но они есть. Они просто здесь не показывают. Дорисовали. У кого насколько хватает фантазии? Кто-то 3 нарисовал, кто-то 10, кто-то 50, кто-то 150. Смысл в том, что здесь опять-таки действует групповой бонус. И вы с этого человека, с его оборота, пусть это небольшой оборот, маленький, пусть маленький, но вы с его оборота получаете 21%. Потому что вы на уровне 21%, а он на уровне 0. 21 минус 0 будет 21. И это тоже очень существенная будет сумма. Ну, если у вас небольшое количество таких клиентов, прямые клиенты, которые просто потребители и покупают продукт для себя время от времени. Но если у вас будет много таких людей, которые делают вам хороший оборот, то это тоже деньги. И эти люди самостоятельно едут в офис, заказывают себе продукт без вашего участия. Представляете? А вы с них получаете деньги. Ваша структура растет. Вы, может быть, сначала с них получали 3%, потом 6%, потом 11%, 16%. И вот, наконец-то, вы с них получаете 21%. Здорово! И это будет, считайте, что ваш пассивный доход. Вы уже единожды проделали работу, вы рассказали человеку о компании, о продукте. Конечно, вы его не бросите, да, и будете периодически давать информацию, если он выбрал продукт, о продукте. Если ему интересно все-таки то, что происходит в вашей жизни вместе с компанией LR, все возможно. Сегодня он прямой клиент, и просто потребитель продукции, а завтра, увидев ваш рост и ваши результаты, он захочет идти дальше и делать бизнес с компанией LR. Поэтому всегда старайтесь людям говорить о всех возможностях. Не только приглашайте продукт на продукт. Говорите о разных вариантах. И человек уже сам примет решение. Показывайте выгоду. Ведь как минимум выгодно приобретать то, что вы покупаете и так каждый день, и пользуетесь этим каждый день в своей жизни, покупать это не переплачивая за сервис. По сути дела, 40% торговая наценка – это наш сервис, который мы даем клиенту. А здесь он эти 40% экономит, а вам тоже имеется выгода. Может быть, в самом начале вы эту выгоду не видите. Конечно, 250 баллов, 3% – это меньше, чем 40% торговой наценки. Но всегда смотрите в будущее. Сегодня он ваш клиент, а через какое-то время, когда компания достаточно долго уже будет на нашем рынке, в его окружении наверняка появятся люди, которые также будут взаимодействовать с LR, будут партнерами и расскажут ему об этой возможности. И он был вашим клиентом, а потом он станет партнером другого человека. Представляете, что вы потеряете? Взвесьте все за и против. Что лучше? Получить сейчас быстрые деньги, 40% – тоже хорошо. Есть люди, которые вам просто скажут, «Ты знаешь, нет, я не хочу туда ездить, еще что-то, вот привози мне, я готов тебе заплатить цену каталога». Тогда без проблем, вопросов нет. Но в любом случае расскажите ему о всех возможностях. Сделайте его хотя бы клиентом компании, прямым клиентом. А что из этого выйдет, жизнь покажет. Вы просто идете дальше, дальше и дальше. И так вот данный пример показывает, что уже с такой командой вы зарабатываете 61 250 рублей. Нравится такой расклад? Я думаю, что нравится. Идем дальше. Слушай, мы с вами разобрали личный бонус, мы с вами разобрали групповой бонус, мы поговорили о торговой наценке, мы поговорили о баллах. И хочу также обратить внимание, почему-то вы не задали вопрос, может быть, уже и знаете ответ, да? Вот Вера и Андрей в этом примере у нас также 21%. Получается, что вы 21% и Вера и Андрей 21%. Разницы нет. И на этот случай у компании есть, конечно, бонус. И вот я хочу на что обратить внимание. Вот следующий слайд. Еще раз вернемся к этим видам бонусов. Смотрите, мы с вами рассмотрели бонус личного оборота, мы рассмотрели групповой бонус, разницу бонусных процентов. И я, если вспомните, говорила в начале, что не зависит получение денег от статуса. То есть в вашей структуре может быть разное количество людей, которые делают разное количество оборота. всегда уже с первого партнера, если у вас существует вот эта разница, вы будете получать доход. Даже у вас есть ли один партнер. Единственный момент, что для получения денежного вознаграждения необходим юридический статус. Если вы как физическое лицо заключаете договор с компанией, вы будете получать как товарный кредит. Это тоже плюс. Но я могу сказать, что люди, которые выходят на уровень 14%, все-таки для себя понимают, будут ли они уже продолжать работать с компанией ЛР, будут ли они продолжать делать карьеру, и они уже оформляют юридическое лицо. Кто-то оформляет ИП, кто-то оформляет другую форму юридическую и предоставляют в компанию банковский счет. И таким образом каждый месяц компания в зависимости от созданного оборота начисляет вознаграждение. Да, Сергей, да. До 14% это в принципе тренировка, потому что 3-6% это не такие большие деньги, да, вот их еще, ну, как бы вы не придете в восторг, но вы уже увидите, как работает маркетинг-план. И мы переходим к следующим бонусам. Это лидерский бонус, специальный бонус, глубинные бонусы. Вот чтобы получать эти бонусы, если вы помните, я вам говорила, да, что статус и деньги с одной стороны не связаны между собой. Для получения бонуса с личного оборота, из группового бонуса вам не важен статус, да, ну, так скажем, он не играет особой роли. А вот чтобы получать уже более, так скажем, большие бонусы, это лидерский, специальный бонус, здесь начинает играть роль количество бонусных линий. И здесь я хочу перейти вот к этому слайду и разобрать некоторые важные понятия, чтобы вам было понятно, что, чего, из чего вытекает. Итак, есть вы, которые делают в месяц покупки, и, соответственно, то, что купили вы на свой партнерский номер, идет в ваш личный оборот. То, что делает вся ваша команда без вас, ваша группа идет в групповой оборот. Независимо, это первая линия, вторая, третья, пятая, десятая глубина, неважно, то есть все, что делается под вами, это групповой оборот. Личный оборот плюс групповой оборот равняется общий оборот. Почему это так важно? Если вы открывали последнюю страничку маркетинг-плана и смотрели по статусам, то вы наверняка замечали, что там и личный оборот упоминается, и групповой оборот упоминается, и общий оборот упоминается, и количество бонусных линий упоминается. Поэтому вот это нужно понимать. Личный оборот, то, что делаете, покупаете на свой партнерский номер лично вы, групповой оборот, это то, что делает ваша команда, ваша структура, все вместе идет общий оборот. А бонусная линия, это любой партнер из вашей первой линии, который создает 250 баллов и выше общего оборота в месяц. Он может сделать один из 250 баллов, а может сделать со своей командой 250 баллов. Может даже быть и так, что он не сделает лично, а в его глубине сделают. И это тоже будет ваша бонусная линия. Понятно? Плюсики ставьте, если понятно. Вот. И еще такой важный момент. Так, понятно, плюсики. Отлично, замечательно. Это вот, знаете, какие-то такие базовые вещи, которые вроде с одной стороны, ну, лежат на поверхности, но мы очень часто с ними сталкиваемся. Очень часто говорят, а что такое бонусная линия, а что такое личный оборот, а что такое групповой оборот, и что такое остаточный оборот. Остаточный оборот. Это полный оборот без вашей 21% линии. Почему это так важно? Потому что на вот эти вот бонусы, лидерский бонус, специальный бонус, серебряный бонус, платиновый бонус, для вознаграждения лидера организации, для квалификации, для автопрограммы, очень важен остаточный оборот. Но мы сейчас не будем разбираться с автопрограммой, это совершенно отдельная тема, поэтому сразу говорю, вопросы не задавайте. Мы сейчас разбираемся вот с этими понятиями. Это, так скажем, азбука, с чего нужно начинать. До определенного момента остаточный оборот играет очень важную роль для того, чтобы получать по максимуму все бонусы. Ну и перейдем к следующему бонусу. Это лидерский бонус. Первый бонус, где действительно очень важно количество ваших бонусных линий, то есть всех партнеров, которые делают 250 и больше баллов. Очень важен остаточный оборот, да, то есть лидерский бонус. Это бонус, который вы получаете, достигнув 16 тысяч баллов общего оборота. То есть это уже чуть выше, чем 21%. 21% мы достигли, а это мы еще дальше пошли. И у вас уже есть 8 бонусных линий, 8 партнеров, которые сделают вам 250 баллов и больше. Партнеров может быть больше, 20-30 партнеров, которые сделали какой-то оборот от 1 до 249 баллов, но есть 8 партнеров, 8 человек, которые сделали вам 250 и больше. И это тот уровень, когда у вас в принципе уже может быть партнер, который достиг уровня 21%. Тогда у вас просто остаточный, если общее количество баллов 16 тысяч, а один партнер у вас 12 тысяч баллов, да, остаточный оборот 4 тысячи. Но в лидерском бонусе есть определенные условия, которые необходимо выполнять. Если у вас нет 21% линии, есть партнеры, которые на разных уровнях, но еще не достигли уровня 21%, тогда все в порядке, да. У вас есть 8 бонусных линий, у вас 16 тысяч баллов общего оборота, и у вас нет партнеров 21%. Или есть, но помимо него, как раз вот этот вот остаточный оборот, у вас 12 тысяч баллов и больше. Здесь вот справедливый маркетинговый план. Вы показываете компании, что вы и без сильной ветки можете что-то делать самостоятельно. Вот. И в этом случае, помимо личного бонуса, помимо бонуса, разницы бонусных процентов со своей группы, вы еще получаете лидерский бонус. Вот здесь вот представлен один из примеров. Ваш бонус составляет 12 тысяч рублей. Дополнительно, да. На каждой ступеньке карьерной лестницы вам только прибавляется, только прибавляется. Следующий вид бонуса, это вот как раз специальный бонус, который вы получаете с оборота тех партнеров, которые достигли 21%. Если вы вспомните, да, у нас вот как раз была картинка, когда много-много было партнеров, и один из партнеров, пара, да, вышла на уровень 21%. Мы как раз и говорили о том, что разницы-то нет. И в этом случае компания нам предлагает дополнительный еще один специальный бонус. от 7 до 10% в зависимости от того, сколько у вас 21% линий. То есть, если одна 21% линия, то вы получаете 7% с ее оборота. Если 2, то 7,5. И чем большее количество линий, тем больше процент с их оборота вы получаете. Но здесь, конечно, есть определенное условие. У вас должен быть полный остаточный оборот. Что такое полный остаточный оборот? Это 12 тысяч баллов, как минимум, которые вы делаете без своей сильной ветки. Здесь уже учитывается и ваш личный оборот. Что же будет, если такого вот остаточного оборота у вас не набирается? Ну, здесь, возможно, три варианта развития событий. Первый вариант развития событий. Остаточный оборот у вас меньше 4 тысяч баллов. Как бы это грустно не звучало, но вы не получаете вот этот вот специальный бонус. У вас будет личный бонус, у вас будет групповой бонус, а вот специального бонуса у вас не будет. Это грустно. Старайтесь, чтобы у вас была достаточная ширина, чтобы когда у вас активный партнер рос и достигал уровня 21%, у вас был задел на получение максимального вознаграждения. Второй вариант. Когда у вас есть 4 тысячи баллов, но не 12 тысяч баллов, вы получаете, ну, так называемое соразмерное получение специального бонуса. Об этом чуть-чуть попозже я на примерах расскажу, да, как в этом случае выплачивается бонус. И самый приятный вариант для партнера, это когда остаточный оборот составляет 12 тысяч баллов и больше. В этом случае вы получаете по полной программе, то есть то, что было представлено на предыдущем слайде, вы получаете 7%, как минимум 7% с линии, да. То есть это, если учесть, что 12 тысяч баллов это минимум делает эта линия, то ваш доход в этом случае составит 21 тысяча рублей. Итак, давайте вернемся к примерам. Да, еще раз к тому, что если у вас остаточный оборот полный, он соответствует условиям маркетинг-плана, то вы получаете полноценный специальный бонус 7% от оборота вашей 21% линии. Если у вас остаточный оборот от 4 до 11 тысяч 999 баллов, то здесь получается, что вы получаете 7%, но 7% не на оборот 21% линии, а на 7% остаточного оборота. Что лучше, получить 7% с 12 тысяч баллов или 7% с 4 тысяч баллов? Я думаю, что все-таки с 12 тысяч баллов-то лучше. Вот, поэтому стараемся, что все-таки был полный оборот. Вот, если у вас 2 линии, был пример с одной 21% линии, если у вас 2 или 3 линии 21%, то вы получаете 7,5% на 50% их оборота. То есть, опять-таки, вроде и вы получаете, но не все. Было бы лучше получить 7,5% на 100% оборота, на весь оборот. Так опять теряете деньги. Поэтому моя вам рекомендация, не только моя, а каждый лидер вам, конечно же, порекомендует обращать особое внимание на остаточный оборот. И начиная с программы «Быстрый старт», где опять вы встретитесь с этим понятием остаточного оборота и на автопрограмме, то есть даже на уровне 14%, опять вам понадобится этот остаточный оборот. Всегда делайте за дел, всегда идите на опережение, всегда, чтобы у вас была достаточная ширина. Даже я с этим сталкиваюсь. Вот правда, поверьте мне, я каждый раз понимаю, что надо, надо, надо этим заниматься и уделять активное внимание именно развитию ширины. Потому что сначала мы строим ширину, а потом мы идем в глубину. Но есть и приятный момент, когда у вас вырастают 4 партнера, достигших 21% уровня. И здесь даже написано, что побеждают 4. Здесь остаточный оборот, ну, не важен. В каком смысле не важен? Конечно, он важен. То есть, если у вас есть этот остаточный оборот, вам всегда будет комфортно, всегда будет больше денег. Ну, что вы тут говорите? Конечно же, будет больше денег. Но, вот здесь представлен как раз пример такой, что у вас есть 4 21% линии, но остаточный оборот не достигает 12 тысяч баллов, он только 10. Что же происходит в этом случае? В этом случае суммируется оборот ваших 21% линий. Да, вот здесь вот 82 тысячи баллов. И из этих 82 тысячи баллов вычитается недостающий вот этот вот остаток. В данном случае у вас 10, а нужно 12. 2 тысячи не хватило. И вот эти 2 тысячи вычитаются из общего оборота ваших 21% линий. И уже на этот результат вы получаете 8%. Это ваш специальный бонус. А если у вас нет 12 тысяч баллов вообще? То есть, вот такая ситуация, что вы вырастили 4 партнеров, и они вот вышли все 4 на 21%, и у вас 0 в остатке. Чисто теоретически такое представить можно. Считайте, что из этих 82 отнимут 12. У вас будет 70 тысяч, и вот на 70 тысяч баллов вы уже получите 8%. Это уровень, который позволяет в маркетинг-плане компании LR выйти по большому счету на пассивный уровень дохода. Если представьте, что у вас партнеры, которые делают не по 12 тысяч, и не по 20 тысяч баллов, как в данном случае, а по 50, а по 70, по 80, по 100 тысяч, такое в перспективе вполне реально, и вырасти в 4 таких группы, и даже если у вас будет 0 баллов в остатке, вы все равно получите деньги. Единственное, что вам лично надо будет сделать, это сделать 100 баллов личного оборота, потому что в компании существует правило, право на получение бонуса это личный оборот в размере 100 баллов и общий оборот в размере 250 баллов. То есть мы опять возвращаемся к нашей бонусной таблице, где первый бонусный уровень это 250 баллов. Считайте, что вы вышли на уровень пассивного дохода, и даже если вы потом, в дальнейшем, не захотите активно строить бизнес LR, или захотите передать этот бизнес по наследству, все, что необходимо будет делать тем людям, это личный оборот 100 баллов. Вот, поэтому я и себе, и всем желаю достичь вот этого уровня, чтобы у вас в структуре выросло 4 21% группы. Ну вот Елена задает вопрос 21% каждый месяц, а не через месяц. Елена, да, в компании LR расчетный месяц идет с 1 по 30, ну или 31 число. То есть, с 1 числа следующего месяца все обнуляется и начинается все заново. То есть, ничего не суммируется месяц с месяцем. Каждый месяц вы подтверждаете свой уровень, подтверждаете свою квалификацию. Но поверьте, когда у вас огромная структура, так как, например, у Насти, где уже в структуре порядка 16 тысяч человек, и каждый что-то покупает себе, то этот оборот будет уже создаваться автоматически. Это и дает сетевой маркетинг, что вы создаете себе актив, который будет через какое-то время работать просто автоматически. Вы запускаете систему, которая через время будет вам приносить пассивный доход. Почему это происходит? Потому что компания предлагает расходуемые потребительские продукты. Конечно, не все в вашей структуре будут заниматься бизнесом. Конечно, не всех привлечет, может быть, даже такая возможность зарабатывания таких больших денег. Будут люди, которые просто понравятся продукт, и они будут покупать этот продукт. И поэтому сегодня они купят одно, завтра они купят другое. сегодня один человек в вашей команде купил, завтра другой человек в вашей команде купил, в этом месяце один активен, в следующем месяце другой активен. Но если вы создадите себе хороший задел, ширину, у вас всегда будет этот оборот. И каждый месяц, поверьте, что наступит такой момент, когда каждый месяц на 21% вы будете выходить легко, не прикладывая больших личных усилий. В этом и есть сила сетевого маркетинга. Вы создаете сеть, которая работает потом на вас, на ваш доход. Но для этого нужно постараться. Начиная с малого, вы достигнете гораздо большего. Вот. Я думаю, что со специальным бонусом понятно, да, как это работает, зачем нам нужен остаточный оборот, что такое личный оборот, групповой оборот. И я думаю, что теперь вы понимаете, то есть в карьерной лестнице для нас важны и обороты, и важное количество бонусных линий, то есть тех партнеров, которые создают вам оборот 250 баллов и больше каждый месяц. Если в предыдущих слайдах мы говорили о линиях, о вашей первой линии, настанет время, когда и ваша вторая, третья и в ниже стоящих линиях у вас будут появляться партнеры, которые также выйдут на уровень 21%. И компания ЛР вам дает возможность из их оборота получать дополнительные деньги. То есть это есть серебряный бонус, когда необходимо как минимум 4 21% линии, и вы будете получать 2% на 21% линии в вашей глубине. И также платиновый бонус, когда у вас 10 21% линий, и вы будете получать дополнительно по 1% с непрямых 21% уровней. Как это работает? Чтобы было понятно, вот такой пример, как раз пример глубинного бонуса. Есть вы, у вас есть 12 линий по 3500 баллов, и у вас есть 4 партнера, которые вышли на уровень 21%. Что вы получаете? Безусловно, в первую очередь вы получаете бонус за личный оборот и групповой оборот, то есть разница бонусных процентов с каждой со своей линией, с каждой, независимо на каком она уровне. в данном случае за личный групповой оборот здесь вам начислено 5 250, бонус за разницу уровней 105 тысяч, дальше вы получаете лидерский бонус, 3%, который мы говорили, о том, что у вас есть уже как минимум 8 бонусных линий, у вас больше, чем 16 тысяч баллов общего оборота, и у вас достаточный оборот, поэтому вам полагается лидерский бонус, поскольку у вас 4 21% линий, вы получаете еще и специальный бонус, это 8% за оборот каждой своей линии, посмотрите, какая сумма, да, и вы получаете глубинный бонус, это вот, да, на примере видно, что у вас в глубине на втором уровне также появилось два партнера, которые достигли уровни 21%, и делают в принципе такой хороший существенный оборот, да, 40 тысяч баллов и 20 тысяч баллов, вот, и вы получаете и 2% на их еще оборот, и в итоге такая хорошая сумма 572 950 рублей. Пауль в свое время сказал очень хорошую фразу, ширина вам дает оборот и деньги, да, а глубина вам дает стабильность, и я бы добавила стабильно большие деньги, вот, поэтому стройте ширину, начинайте работать и помогать строить группы своим ключевым людям, которые нацелены на бизнес, растите их до уровня 21%, при этом не забывая и о своем остаточном обороте и потом помогайте уже своей глубине достигать тех же уровней. По большому счету это вот такие четыре ступеньки, 14%, это 21%, это уровень младшего лидера группы, затем это лидер организации по карьерной лестнице и это, конечно, серебряный лидер организации, вот это четыре ключевых момента, четыре точки ваших, на которых можно ориентироваться. И в нашей команде есть примеры, которые достигли лидера организации, бронзового лидера организации, и самый прекрасный пример это наш лидер Анастасия Макарова, которая закрыла квалификацию золотой лидер организации, открыла платиновый лидер организации. Поэтому я думаю, что при случае она просто на своем реальном примере расскажет, как работают все эти бонусы глубинные, но даже на этом примере, который представлен здесь, вы видите, что это все работает. А реально вы увидите, когда у вас начнет создаваться структура, когда будут расти партнеры, когда появятся ваши 25% группы, тогда вы это все увидите. Так. Ох, здесь был предусмотрен слайд с годовым бонусом. Итак, что же это за годовой бонус такой? Годовой бонус вам начисляется по итогам всего года. То есть, когда суммируется ваш оборот за каждый месяц, И если ваш оборот достиг 1 миллиона баллов, то вы выходите на годовой бонус, так называемый 13-я зарплата. Итак, если говорить о процентах, то если ваш годовой оборот составил 1 миллион баллов, то это 1% дополнительно на весь оборот, если 2 миллиона, то это 1,5%, если 3 миллиона баллов, то это 2%, если 4 миллиона баллов, то это 2,25% и если ваш оборот достиг 5 миллионов баллов и выше, то вы дополнительно получаете еще и 2,5% Когда был бизнес-день, когда мы праздновали двухлетие кампании в Олимпийском было вручение годовых бонусов, больших таких вот красочных чеков, которые вручал Маркус Шенкенберг, и годовые премии они составили от 200 до 4 миллионов рублей. И отрадно, что и Настя, наш лидер, она также была на сцене, и она получила вот этот годовой бонус в размере полутора миллионов рублей. Представляете, какая вот годовая премия. Мало того, что каждый месяц вы получаете хорошее вознаграждение от компании за свою работу, так вы еще и получаете годовую премию. Поэтому тоже не забываем про этот годовой бонус, и я считаю, что это также одно из таких преимуществ, ярких моментов нашего маркетинг-плана. Компания дает все, что она обещает. Наша задача просто следовать этим условиям, идти и создавать структуру. По большому счету, все, что делает и Настя в статусе в открытой квалификации платинового лидера организации, и наша Хелена Ливенштейн, также платиновый лидер организации Пауль, и другие партнеры компании, которые вышли на очень хорошие высокие квалификации, это то же самое. Они ищут новых людей, рассказывают им о компании, о продукте, подключают. И если они выбирают для себя бизнес компании ЛР, они начинают им помогать, помогают простраивать их структуры, помогают проводить встречи, презентации, рассказывать о компании. И у нас в компании очень много инструментов, которые помогают нам в этом. Следующий слайд. Я просто хочу еще раз вернуться к тому, что все включено уже, все просчитано. Компания все просчитала, да, и хочу сказать, что есть еще раз, да, есть 40% торговой наценки, которая, ну, как к таковому маркетинговому плану не имеет отношения. Вы либо ее получаете от клиента, либо вы просто сэкономили, если купили продукт себе. А 43,7% это все заложено в продукт. То есть, как только происходит продажа продукта, покупка, продажа, то в этом продукте уже заложены все выплаты. Поэтому на протяжении почти уже 30 лет компания свободно и спокойно оправдывает свой маркетинговый план. И компании еще остается 56,3%. Да, сюда входит закупка сырья, разработка зарплаты, инновационные разработки. И сюда еще и дополнительно входит бонус обучения, автопрограмма и поездки. То есть, еще и дополнительно. И завершить свой вебинар я хочу вот такой картинкой, брошюры, которую получает каждый партнер, который стартует в компании, который подписывает договор и покупает свой первый стартовый набор с печатными материалами. 95% вопросов, касаемых доходов, вознаграждений, бонусов, каких-то понятий основных, терминов, 95% у вас отпадет, если вы прочитаете вот эту брошюрку. Не все, может быть, сразу будет понятно, потому что если вы только-только начинаете, очень сложно понять, как работают глубинные бонусы, остаточные обороты и так далее. Но если вы периодически будете к ней возвращаться и читать ее, еще раз прочитывать, вы будете задавать своим спонсорам вопросы другого характера. На примере своей структуры и взяв, открыв вот эту брошюру, вы можете понять, как же это работает. Поэтому я рекомендую еще раз открыть, почитать, может быть, прочитать самый понравившийся вам бонус, как к нему подойти, что для этого нужно. Я искренне вам желаю успехов. Я хочу сказать, что вы можете уверены быть в одном, в том, что компания LR – это действительно очень надежный, проверенный временем и честный бизнес-партнер. А маркетинг-план компании – это фундамент вашего финансового успеха. Спасибо за внимание. До следующей встречи. Спасибо. 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 Спасибо.